Духовное управление мусульман Российской Федерации и Федеральная служба по аккредитации 1 декабря заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали председатель ДумРФ Муфтишейх Равиль Гайнудин и руководитель Росаккредитации Назарий Скрипник. Соглашение позволит обеспечить надлежащий государственный контроль за деятельностью организаций, сертифицирующих халяльное производство, а также привлечь имеющиеся связи ДумРФ с мусульманскими странами для расширения рынка экспорта российской халяль-продукции. В качестве экспертного органа в данной сфере к реализации соглашения будет привлечен Международный центр стандартизации и сертификации халяль при ДумРФ. 2 декабря в Екатеринбурге прошла 8-я межрегиональная научно-практическая конференция «Фахрединовские чтения» на тему мусульманские религиозные организации в противодействии экстремизму и нетерпимости. Мероприятие, продолжающее ряд событий, посвященных тысячестолетию принятия ислама народами Волжской Булгарии, было также приурочено к 20-летию медной мечети имени Исмаила Аль-Бухари, города Верхняя Пышма и пятилетию деятельности Духовного управления мусульман Свердловской области. Председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гая Закиров награжден юбилейной медалью в память 800-летия Нижнего Новгорода. Торжественная церемония награждения состоялась в усадьбе Рукавишниковых в историческом центре Нижнего Новгорода. Награду религиозному лидеру вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Благотворительному фонду Закят исполнилось 10 лет. На протяжении этого времени фондом были реализованы более 8 тысяч благотворительных проектов, оказана помощь более 180 тысячам людей в 30 странах мира. По случаю торжественного юбилея с видеопоздравлением коллективу и жертвователям фонда обратился его председатель муфтишей Харавиль Гайнудин. В рамках празднования десятилетия Закята запланирован ряд мероприятий. Издательский дом Медина принял участие в международной ярмарке интеллектуальной литературы Non-Fiction 23. Среди новинок была представлена книга Дамира Хайрединова «Дербент. Врата единобожия», посвященная многовековой истории города в его этноконфессиональном и государственно-политическом аспектах. Также на полях мероприятия состоялась презентация нового труда советника-председателя Думы РФ Фарида Асадулина «От кучки до Гайнудина. Мусульманский мир Москвы». В работе автор дает оценку вклада, сделанного мусульманскими этносами в развитие и становление Москвы как столицы российского государства на протяжении всей ее истории.